Ну, конечно, у России положение достаточно сложное в связи с Сирией. Сложное, в первую очередь, потому что сам по себе режим находится в шатком положении. И если сделать на него чрезмерную ставку, то потом, когда он вполне вероятно рухнет, будет трудно наладить отношения с новым сирийским режимом. Но, с другой стороны, допустить падение Асада в небытие, не оговорив условия, которые будут существовать после падения этого асадовского режима, ну, тоже было бы абсолютно неразумно. Я думаю, что Соединенные Штаты совершают страшную ошибку, когда прокладывают в очередной раз дорогу исламистам, которые вроде бы присягают им на верность, но которые забудут об этих хлятвах, как только придут к власти на следующий день. Вот, чтобы не допустить формирование агрессивного исламистского режима на территории Сирии, чтобы не допустить победы исламистских сил, которые, овладев оружием режима Асада, потом переместятся на нашу же территорию, Россия обязана занимать достаточно жесткую позицию. Слава богу, что удалось договориться о проведении международной конференции по Сирии. Слава богу. До сих пор Соединенные Штаты на это не шли. Надеюсь, что этот поворот в их политике – это не конъюнктурный шаг, а желание, серьезное желание включить Россию в число государств, принимающих по этому поводу окончательные, юридически обоснованные решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова